Замена масла Все происходит достаточно быстро Никаких очередей нету практически Приехал и сделал Замена масла занимает порядка 3-5 минут Выкачивают масло Вставляют новый фильтр, вкручивают масляный И все, и ты свободен, можешь ехать дальше Сейчас чуть-чуть покажу ближе, как это выглядит Выглядит это примерно так Подъезжает машина, открывается капот Люди проверяют старое масло, выкачивают его Закачивают новое В принципе все делается достаточно быстро А вот видите, труба к машине идет Это делается для того, чтобы подавать в нее холодный воздух Кондиционер Так как машина заглушена, чтобы человеку было комфортно сидеть в машине Включается кондиционер и ему подается холодный воздух Потому что 5 минут без кондиционера на таком палящем солнце достаточно тяжело переносится Помимо прочего здесь не только тебе поменяют масло, пока ты стоишь ждешь Пока его меняют Тебе начистят все стекла Почистят их, протрут, чтобы они были сухие, чистые, блестели Проверяют давление в шинах В общем полный сервис, полный фарш Предлагают водичку, бегают вокруг тебя Называется любой каприз за ваши деньги Ты приезжаешь и полный сервис получаешь Интересно смотреть, интересно наблюдать, интересно всем этим пользоваться Причем замена масла достаточно недорогое удовольствие Именно здесь Замена масла стоит порядка 40 долларов, 45 Но при всем при этом регулярно на почту приходят скидочные купончики Которые дают скидку 15 долларов Соответственно вместо 45 долларов за замену масла Ты заплатишь всего 30 Тебе почистят стекла, дольют вымыватель воды, если она нужна Проверят давление в шинах, чтобы ты был абсолютно Спокойно, уверен в том, что под капот тебе залазить до следующей замены масла не придется Все делается вот такими мальчиками с пальчиками, которые бегают И всем своим видом изображают удовольствие от работы Достаточно интересно Первый раз, когда я это делал, я был удивлен Мне очень понравился уровень сервиса И как все это делается здесь Никакой грязи Никто не лазит тебе под днище машины без лишней надобности Никто тебя не напрягает Постоянно подходят, предлагают воду Я стою минут 5, ко мне уже два раза подошли Предложили водичку, чай или кофе, что я хочу И соответственно тоже все это бесплатно Интересно, забавно Так здесь делается бизнес Потому что если клиент останется доволен, он приедет сюда еще раз Он не поедет куда-либо еще Вот поэтому компания лучше потратится на водичку, на кофе На улыбки сотрудников И все уедут абсолютно счастливы Что заметил интересного Машинка, которая стоит передо мной Ей не только поменяли Масло помыли окна Ей меняют дворники Соответственно это уже идет как доп.услуга Тебе подходят Они проверяют полностью все, что торчит из машины Все внешние щеточки Зеркала, колеса, диски Абсолютно все И вот они видимо нашли то, что у машины передо мной Щетки уже достаточно стертые Старые и предложили заменить Женщина согласилась Ей поменяли Как по-русски говорят Дворники По поводу того, выходить из машины или нет Здесь, как видите В каждой лейн В каждой очереди Слева висит В моем случае справа тоже табличка Что для нашей же безопасности Просят оставаться внутри салона То есть не выходить из машины Потому что на полу могут быть какие-то пятна масла Или еще что-то И человек просто вымажется Обувь здесь Моют очень редко Потому что на улицах чисто Так вот, что касается замены масла Замена масла у меня суммарно вместе со всей очередью И со всеми проверками жидкости Заняла порядка минут сорока все-таки Что интересна была особенность Ну, это касается работы Всех работников, в принципе, в Америке Они не ходят во время работы То есть пока идет рабочее время Они бегают Быстро или медленно Но они все время бегают Это связано с тем, что Зарплата идет почасовая А не помесячная И каждый работник Он показывает то, что он хочет работать Что он работает Что он не просто так тратит минуты рабочего времени Которые ему работодатель оплачивает Вот это связано с тем, что Работодатель может посмотреть по камерам Как люди работают И сказать Слушай, ты почему-то медленно работаешь Ты пешком ходишь Там стоишь, ничего не делаешь Вот, поэтому они, во-первых, бегают Достаточно резвенько бегают целый день И они не стоят без дела То есть если в моем случае Механик поставил заливать мне масло Или поставил, открутил кнопку Пробку, чтобы масло с машины сливалось Он не будет стоять и ждать Пока он у нас сольется Или зальется Он обязательно что-нибудь Возьмет тряпку в руки Протрет что-нибудь Двигатель протрет Посмотрит еще раз Проверит жидкости Еще что-то То есть он не будет стоять без дела Это был для меня тоже Интересный опыт Когда я пришел здесь на первую свою работу И выполнил объем работы Который мне надо было сделать Я остановился Минуты, наверное, 2-3 просто стоял Смотрел, как другие работают Сходил в развалочку Водички попил Ко мне подходят люди И люди, один человек И мне так шепотом практически говорит Слушай, а ты чего стоишь-то? Ты всю работу сделал Я ему говорю Ну да, я сделал всю работу Жду пока следующая Работа не начнется Там, следующую партию вещей Мне не перенесут С которыми мне работать Он говорит Так, блин Если ты сделал всю работу Тебе же платят Надо что-то другое делать Ты должен быть постоянно занят Иначе В принципе Если сделал свою работу То иди тогда домой Или Отметься, что У тебя сейчас идет Нерабочее время Что ты не работаешь Это время Это было интересно Но запоминается очень хорошо И конкретно видна разница Между тем, как люди Получают свою зарплату И как люди деньги зарабатывают И плюс еще есть особенность такая Что в той же В России, в Беларуси Мне довелось поработать Здесь люди Держатся за свою работу Какая бы она ни была Я заходил Один из фитнес-клубов И разговариваю с менеджером Который мне водит Показывает Все, что у них есть Он рассказывает Мне говорит Смотри А вот здесь у нас еще есть Три площадки для игры В баскетбол Крытые Вот Я говорю Да, классно Супер Он такой Да, я сам играю в баскетбол В принципе Я пошел на эту работу Чтобы иметь возможность Бесплатно играть в баскетбол Вот Люди здесь выбирают работу Не так, что Вот мне нужна какая-нибудь работа Я буду на ней работать И эту работу ненавидеть Люди выбирают работу Ту, которая им нравится От которой они будут Получать удовольствие И ходить на работу с радостью Поэтому Люди работы выбирают С расчетом того Что они будут работать Год, два, три, четыре, пять, шесть Пока либо не вырастут с этой работы Им не будут повышать зарплату Например Или пока Просто по состоянию здоровья Не смогут Это касается и перевода В какие-то другие города То есть Человек здесь не будет Менять работу Поближе к дому А человек будет Менять место Где он живет Ориентируясь на работу То есть Если человек даже Нашел более высокооплачиваемую работу В другом городе Он просто переедет В тот город Где у него появилась Новая работа Но вернемся К нашему маслу Помимо того Что мне проверили колеса Проверили все жидкости Долили омывайки Почистили стекла И прочую дребедень Мне проверили Масло в коробке передач Мне проверили Дифференциалы Мне проверили абсолютно все жидкости Какие есть И принесли на подложечки На специальной С луночками Пробы масла Которое у меня сейчас Залито жидкостью В автомобиле И какие они должны быть Когда они новые Дали рекомендации Когда чего менять Дали Бумажки В которых написано Для чего это делается И сколько это мне будет стоить В следующий раз Вот Еще интересно Я не показал Но Когда мне меняли масло Я стоял Пришел еще мальчик И ВДшкой Побрызгал мне все Петли Все замки То есть Сделал такое небольшое Обслуживание всех Движущихся частей Часто используемых Автомобилей По моему Я видел Они с тряпкой Еще Кладовали вокруг Мотора Чистили Убирали пыль с него В общем Интересно Все это удовольствие Как я уже сказал Заняло порядка 40 минут Интересно еще то Что Когда меняешь масло В России То тебя выгоняют Из машины Или ты загоняешь ее На подъемник Вылезаешь Они начинают Что-то делать Колупаться Все грязные На полу Грязно Ну Тоже зависит От сервиса Наверное Вот здесь люди Работают в Платексных перчатках Они для грязных работ Специальные Черные И после каждой машины Они меняют перчатки То есть Перчатки по сути Являются одноразовыми Он поработал С моей машиной Выбросил перчатки Одел свежие Чтобы с чистыми руками Начинать работать На следующей машине Такие дела Поэтому Интересно все Полы чистые Все чисто Пока я стоял Мне меняли масло Ко мне еще Два раза подошли Спросили Может быть Мне надо еще Дополнительно воды попить Или может быть Я уже захотел Опять кофе Или чая Что угодно Все улыбаются Все приветливые Все рады И когда даже Тебе пытаются Впарить Какие-то абсолютно Ненужные тебе вещи И ты отказываешься Они это воспринимают Абсолютно нормально Говорят Да, да Хорошо Тогда наверное При следующем разе Вот вам информация Сколько это будет стоить Для чего это надо И с какой периодичностью Надо делать обслуживание То есть Менять какие-либо жидкости Также дело обстоит И замены колес Про замену колес Я расскажу и покажу Когда буду менять колеса На второй машине Потому что там Колеса свое Уже практически отжили Будет интересно В будущем Если вам будет интересно Расскажу про то Как здесь моют машины Автоматические мойки С автоматическими мойками Тоже интересно Потому что я когда приехал Я у людей спрашивал Сколько раз вы моете машину в месяц Они на меня смотрят Глаза округляют Непонимающим взглядом Говорят В смысле в месяц Мы моем машину Три-четыре раза в неделю И я вот тогда Стал понимать Почему машины Здесь все чистые Здесь не бывает Грязных или пыльных машин То есть Даже вот сейчас Какое-то время Прожив в Штатах Если у меня Лобовое стекло Например Покрылось пылью Или еще что-то Один-два дня Машина стояла Покрывается Слоем пыли Я просто еду на мойку И мне смывают Все пыль Люди заезжают на мойки Абсолютно Рандомно То есть По пути с работы По пути там Куда-то едут По работе Могут заехать В обеденное время Потому что занимает Это 2-3 минуты максимум Вот такие дела Так что Замену масла Мы на одной из машин сделали Следующую замену масла На другой машине Будем делать Через 2000 миль Примерно 3-3-200 тысячи километров Посмотрим Может быть покажем Если поеду В какое-то другое место Чтобы можно было сравнить По уровню сервиса А не так что Вы скажете Что я заехал На самый крутой сервис Показал как это все делается В лучшем месте И представив Что это везде Посмотрим Покажем Все познается в сравнении Ребята Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Это даст мне знать Интересно вам это смотреть Или не интересно Пишите комментарии Свои замечания Замечания я примерно знаю Потому что первые мои видео Камеры мы еще стесняемся Как говорить Толком еще не умеем Но Все будет лучше Делайте замечания Пишите что понравилось Что не понравилось Все это мы будем учитывать И постараемся рассказать Про какие-то интересные темы Если будут какие-то вопросы Так же задавайте Пишите Обещаю что Мы все прочитаем Удачи И пока Продолжение следует...